В этом доме живёт моя подруга Ира, которой я приехала в гости. Вот так выглядит местность, в которой она живёт. Магазин Репка русский. Ну вот выглядит так дом четыреэтажный. А вот и хозяйка Ира. Посмотрите, двери у подъезда стеклянные. Подожди, Ира, а что там? А у тебя, значит, это почтовые ящики? Да. Сириной фамилией? Вот сюда, да, почта снаружи. А там она забирает. Так, значит, поднимаемся. Ира живёт на первом этаже. В общем, стеклянные окна такие. Этаж на земле. Этаж на земле. У тебя тут также есть, по-моему, написано. Да, написано. Этаж на квартиру. Да. Так, мы зашли в Ирину квартиру. Она двухкомнатная. Так эта прихожая выглядит. Так выглядит у Иры кухня. Всё есть, что нужно для жизни. Холодильники. Два причём. Два холодильника. Вот это плита. Посудомойка. У Иры есть посудомойка. Да. Вот посудомойка есть. Выдвижные ящики. Выдвижные, да. Неудобно. Выдвижные всякие ящики. В общем, приятная кухонка такая. С двумя дверями. Это редкость. Да. Так, значит, это, ну, как сказать, одна жилая комната. Ира купила для меня специально кровать к моему приезду. У неё её не было. Вот такая заботливая, гостеприимная девушка. Так, значит, вот мне что понравилось, это балкон. Вот, в смысле, такой большой балкон. Вот. Прям такие какие-то тут сады. И урожай поспёк. Сады. Въезд на помидорке. Да. Алинка, угощайтесь. Да. Вот тут. Большая урожайка. Слушай, а чего, Ира, какие-то номера на домах? Так, смотри, 57-55 есть номер дома. Как номер дома? Это разные номера? Каждый подъезд, это отдельный дом. Да ты чё? Это вот прям... Несмотря на то, что они в одном здании, номер дома... А почему четырёхэтажный? Потому что иначе, если выше четырёхэтажей, то нужно давать лифт. Да. Строить лифт. А я-то думаю, что всё вокруг дома четырёхэтажное? Обязательно обходится дешевле. Ага, значит, пятиэтажный дом обязан быть с лифтом. Да. Ну, нифига себе. Ну, ладно. Аж, слушай, а вот эти все дома, это что у нас... Что за жильё? Для простых граждан так называемое социальное жильё. Ага. Для людей, получающих пособие и небольшую зарплату. Вполне доступное жильё. А как его получить? Найти эту квартиру, согласовать с хозяином квартиры, большой фирмой или частным лицом, какой-то небольшой фирмочкой. А потом, если ты получаешь пособие, то нужно обращаться туда, где ты получаешь пособие, в трудовое ведомство. Ага. Ну, ясно. И, значит, ты получила эту квартиру на себя на одну, правильно я поняла? Да, да. Эта квартира написана одна. Так, ну, давай пройдёмся, посмотрим, что в коридоре мы были. Так, это у Иры тут твоя спаленка. Да. Ага. Я её делю с кошечкой. Да, у нас тут... Кошечка как раз в кроватке, наверное. А кошечка в кроватке. Ну, она нас спрятала, что она не любит фотосессии. Так, ну и вот у нас такая небольшая ванна, совмещенная с туалетиком. Ну, вот. Вот тут, да, снимаем. Всё тут у нас как бы... Всё есть для жизни. В общем, квартиру мы вам показали. А теперь я хочу рассказать немножко о том, как я вообще здесь оказалась у Иры в гостях. Мы с ней познакомились 18 лет назад на литературном сайте. Мы обе писали рассказы и хотели прославиться. Как велики писатели. У нас ничего не получилось. Но зато вот мы подружились и общались очень плотно все эти годы. И вот решили, что наконец пора нам встретиться. И вот я, значит, здесь. Встретиться. Да, в общем, да, мы здесь. Ну и поскольку для меня всё здесь новое, всё интересное, я вот решила, Иру, пора спросить. Вот про эту квартиру, допустим. Насколько я помню, у тебя сначала была четырёхкомнатная. Да. Мы приехали в Германию вчетвером. Муж, я и двое детей имели право на четырёхкомнатную квартиру. А лет через пятнадцать мы с мужем развелись. Он уехал. Потом дочь подросла, уехал жить к другу. Мы остались с сыном вдвоём. Я вынуждена была сообщить трудовому ведомству, которое мне пособие платило, о том, что мы теперь вдвоём живём в четырёхкомнатной квартире. И социальное ведомство сказало, это слишком дорого. Даём вам полгода на то, чтобы вы нашли себе квартиру поменьше и подешевле. А через полгода, если вы не найдёте, вы будете эту разницу между социальной нормой и теперешней квартирой доплачивать сами. Это было где-то около ста евро. Я в течение почти трёх лет эту разницу сто евро доплачивала. Тем временем я устроилась на работу. А сын тоже от меня съехал, я осталась вообще одна в четырёхкомнатной квартире. Это уже было несправедливо, недорого, ни к чему. Короче, продолжала искать квартиру. Подруга мне помогла. Случайно нашла вот это жильё. Здесь тоже чуть-чуть больше, чем положено одного человека. Но разница всего 50 евро. Я вспомнила о том, что я могу не изъявлять в трудовое ведомство, не просить у него, вернее, разрешение на эту квартиру, а просто оплачивать с своего кармана. Поэтому фирма, хозяйка этого дома, дала согласие, подписала договор, въехала в эту квартиру. Ира, а кем ты работаешь? Я работаю так называемым социальным работником в интернациональной организации. У нас там и турча, и турки, немцы, конечно, тоже есть, из Сирии были люди, из Польши, из России, из Украины. Из Украины тоже есть натуральный интернационал. У нас много различных проектов для мигрантов. Это вообще организация мигранта для мигрантов. И в том числе мы проводим курсы немецкого языка. Вот я занимаюсь в основном именно ими. А сколько тебе за это платят? Брутто 1700, на руки 1300, квартира стоит 700. То есть, что это будет? Что же эти плюс коммунальные услуги, отопление. Интернет? Интернет, телефон, транспорт, еще сотни евро. На еду сколько? А на еду примерно 200 евро у меня уходит. То есть, я экономно питаюсь. Не хожу ни в кафе, ни в рестораны. Покупаю обычный продукт, готовлю сама, мне хватает. То есть, это как бы примерно в 1000 евро укладываешься. Все есть, да? Вполне. Ну и там 300 долларов, это уже... Ну, на карманные расходы. На карманные расходы. На поездки в Париж. На поездки в Париж. Все правильно. Ну, в общем, ребята, что хочется сказать. Мне кажется, что действительно, довольно так неплохо Ирина у нас тут устроилась. На жизнь хватает. Вот. Этот район такой у нас... Спальный район. Спальный. Спальный. Самый обычный, типовой. Да. Для крупного города. Да. Для людей с невысокими доходами, скажем так. Вот. А богатые районы мы еще проедемся, покажем. И мы сейчас пойдем в центр города. Там тоже поснимаем. И покажем, как выглядит Дортмунд в его лучшей части. Так что... Ну что, вперед? Да. Вперед. Ну, в общем, мы подумали, решили, что сначала обойдем, наверное, вот этот райончик. Покажем, что находится здесь. Так сказать, в рабочем поселке Дортмунда. Ну, это я шучу про рабочий поселок. Ну, в общем, покажем здешний микрорайон, а уж потом пойдем показывать центр города. Ира, что это такое вот тут в контейнерах у вас, что, переработка? Нет, это мы собираем мусор. Коричневый контейнер – это пищевые био. Черный – общий мусор. А, желтый, желтый. Да, у них желтых нет. А чего замки на воротах? Я гляжу, замки на воротах. Замки на воротах, чтобы чужие люди, не живущие в этой фирме, которые принадлежат эти дома, туда мусор не подкидывали. Ясно. А это что такое? А это подземный гараж. Это для любого, да? Нет, только для жильцов. Только для жильцов вот этих домов, да? Нужно специально доплачивать, наверное, за этот гараж. Если ты снимаешь квартиру в этом доме, тогда ты можешь попросить место в подземном гараже. Ясно. А то вот так будут стоять. Вот, пожалуйста, сколько машин стоит. Глянь, глянь. Машины, машины, машины. На улице тоже, глянь, паркуются. Вообще в каждой семье есть одна, то и две машины. Наша жена, каждый день, свои машины. Ага, это бассейн. Да, дальше нет каких-то магазинчиков. Там дальше продовольственные. Это тоже типа торгового центра. Это маленький магазинчик, в нём почта. Ага. Там всякие товары из-за дна. Платок. Это играют там, они как-то называются. Вот там тоже какие-то магазинчики. Вот это торговая зона. Часть только. Ещё дальше за мостом ещё продолжение есть. Ага. Всё тоже странно. Выставляют спокойно товары на улице. А, ну, у нас тоже, кстати говоря, выставляют. Да, Россия. Ну, я имею в виду в Мичигане. Да, ничего не важно. Там тоже у нас выставляют это всё на улице. Это носорог же, да? Это символ нашей Дортмундской... Вот это, красавица, красавица. А-а-а. Носорог имеет идеальный слух, поэтому символ консерва... Не консерватория. Ну да, скажем так. Партия какой-то. Дортмундской консерватории. Не-не-не-не. А, консерватории? Да, и очень много по городу. Организация может купить такую себе, раз мы вспомним. Ага, булочная такая, пахнет хорошо, вкусно. Мясочная, частная, да. Мясочная, да. Мясочная, да. Ага. У неё два входа. Отсюда вход и с площади вход. Аптека. Собственно, народу мало. Никто ничем не болеет. Всё срочно будет. Угу. Вот слева вот этот хозяйственный магазин. Моя кузина его называла домашний, ДМ, домашний. Вижу. Кузина из России, Дайхман. Это обувной магазин. А перед нами Реви. Это вот достаточно большой распространённый продуктовый магазин. Вот это площадь. Центральная площадь нашего райончика. Лифт. Ага, мы дальше идём, да? Это всё прода... Всё пойдём, да. Вот отсюда прикмахер. Здесь ещё один третичный магазин. Пиццерия чего там? Пицца, да? Ага, пицца. А, вижу, пиццерия, да? Или пиццерия? Здесь был, да, греческий ресторан, а сейчас что-то другое. Ага, что-то строят. Перестраивают, да. Это вот всё к этому магазину относится с продовольственным. Большой такой. Угу. Солидный. Что? Дальше банк. Филиал, но, по-моему, не работает этот филиал уже. Угу. А, вижу. Да-да-да. А, мы переезжаем, написано. Ага. Итальянский какой-то ресторанчик. Это мороженое. Итальянское мороженое. Дорогое. Это слуховые аппараты дальше. Ага. Что-то с ногтями. С ногтями тут всё это маникюрное, да? Это грибок является. Один закроется мороженчик, другой появляется. Пожалуйста, опять джёнар, пицца. Ага. Салат. Так, это детский садик. Ага. За ним вот корпуса школы. И внутри этой школы, там внизу библиотека нашего района. Ага. Слушай, а школа... Здесь центральный город. Школа интересная так выглядит. Да, нет, второй зданий. Ага. Уровненный. И садик тоже такой небольшой, зданица, да? Да, да, осёленький такой. Ага. Там он дошкольного дня, может, они там сейчас, да, проживут. Мы находимся в религиозно-культурном центре, скажем так. Так. Праздники этого района здесь проводятся. Детишка иногда погулять сюда приводит. Курсы немецкого языка и в том здании, в этом здании. Ага. Там могут какие-то актёры приехать, музыканты иногда. Концертики небольшие. Ну, а это местный банк. Ну, так всё аккуратненько. Да. Красивенько. Аппаратики там всякие. Автомобиль. От Ириного дома до магазина Репка всего две минуты ходьбы. Ну что, давайте в него зайдём. Ну вот, то, что у нас в магазинах. Это русский магазин. Русский магазин. Русский магазин. Ну, сейчас давай мы сначала обойдём, потому что говорили, что в этих, в немецких магазинах нечего есть. Здесь пустые полки. Народ страдает. Народ страдает от голода в Германии. Ну, как бы, давай посмотрим, как народ страдает. Тут придётся немножко пояснить. Мой друг из Нью-Йорка попросил меня зайти в продовольственные магазины и снять видео для своих знакомых, которые вот его убеждают, что в Германии всё очень плохо, холодно и голодно. Ну вот, пришлось зайти и снять это видео. Вот почему я хочу с кумбрией вот этой вяленой. Вот поэтому-то я тут соскучилась. Селёдка. Что-то, извините, я приехала из Мичигана, и у нас вот такой русской селёдки нет. Пельмени тут у вас всевозможные. В общем, в магазине Репка с ассортиментом продуктов полный порядок. Ну, а это уже немецкий магазин, и я прошлась посмотреть, может, я здесь обнаружу пустеющие полки. Давайте посмотрим. В общем, слухи о голодающем населении Германии явно преувеличены. А это Андреас, близкий друг Ирины и замечательный человек, который оказал мне неоценимую помощь во время моего пребывания в Германии. Между собой мы разговаривали на забавной смеси русско-немецко-английского языка. Андреас не знает русского, но немного говорит и понимает по-английски. Андреас, how about big smile? Look at me. Look at me. Look at me. Look at me. Pink cheeks. Заслеснялся. Shy, shy boys. I'm very shy boys. Стеснительный, shy boys, стеснительный. Слухой. Ладно, такие вечерние посиделки. Андреас, working on my phone, try to make, to find where is my six, five, six gigabyte, right? Андреас в это время занимался тем, что устанавливал мобильную и интернетную связь на мой телефон. Небольшой по скрипту. То, что вы сейчас увидели, это, конечно, не весь Дортмунд. Это лишь спальный район, один из районов, где проживает, да, небогатое население, рабочий класс, так сказать. Все красоты Дортмунда, его историческая часть, все это я вам покажу в следующих своих выпусках. И мы также съездим в Дюссельдорф, мы также съездим в Мюнстер, исторический город очень интересный. Мы съездим в Голландию, в Амстердам, ну и съездим во Францию, в Париж. Все вам покажу, все расскажу.